Сегодня в Юго-Осетинском государственном университете прошла конференция, посвященная жизни и творчеству без преувеличения великого человека Шамиля Джикайте. 25 февраля ему исполнилось бы 80 лет. Поэта вспоминали коллеги, друзья. В работе конференции принимал участие президент Анатолий Бибилов. «Мы не должны забывать истинного патриота, который всю свою жизнь посвятил служению своему народу», – сказал Бибилов. и предложил поставить памятник, тем самым увековечить имя народного поэта Шамиля Джикайте. «Мы хотим, чтобы мы были виноваты, неизвестны, 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 неизвестны. Мы хотим, чтобы мы были из-за этого неизвестны, 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 аизвестны. Они срозны. А еще куда ты мурашьи, мы сами меркали. Мы срозны. Что мы делаем? Мы делаем пометник, мы делаем. Я желаю, что мы делаем. Профессор Гацерплиев добавил, что можно поставить поэту бюст по дороге в Северную Осетию, где начинается дорога в его родное село Дзомах. Многие из участников конференции были лично знакомы с Шамилем Джеккайте. Каждый отмечал, что он был достойным человеком, глубоко воспринимал беды и горести своего народа. И самое главное, никогда не сидел, сложа руки, когда другие боялись и молчали. Я был на похоронах Шамиля Джеккаева. Там было очень много людей из Южной Осетии, из Северной Осетии, России. Для всех нас его гибель – большая утрата. Мы должны сделать все, чтобы те, кто защищает свой язык и свой народ, были в безопасности. На конференции показали интервью поэта. Он говорил о событиях в пригородном районе Северной Осетии и о войне в Южной Осетии, обо всех бедах осетинского народа. Его слова не теряют актуальность по сей день. Он призывал осетин любить свой народ, он призывал сохранять лучшие традиции предков, молодежь приумножать все хорошее, что у нас есть. И самое главное – беречь родной язык. Оксана Джоева, Алим Бетеев, ГТРК ИР, информационный выпуск. Сегодня.